Посмотрите, ребята, будет вам видно нет, но сейчас они разлетелись, их стало меньше. Но когда мы двигались, то есть потихонечку на машину налетело прям огромное количество этих комаров. То есть если в этом году комаров не потратят, будет прям печальное зрелище, их очень много. Всем доброе утро, меня зовут Юрий Озаровский, мы с вами находимся сегодня на диком пляже, на который сейчас попробуем сходить искупаться. Надеюсь, что мусор убрали, потому что объявляли о том, что у нас были массовые субботники, и посмотрим, как вообще с чистотой моря и в принципе с нефтепродуктами здесь на пляже. Приятного просмотра, бодрого утра, надеюсь, что в этом видео вы увидите мое купание. И пойдем на пляж. Ну техника вроде бы ездила, заезжала на пляж здесь, ну убрали или нет, пока нет у меня ответа. Ну вроде бы, да не мусор, много варяется, к сожалению, к большому, чтобы хотелось, чтобы не происходило, но не убирают у нас пляжи, мы там вообще вот страшно показать, если вот успею фотку вставлю. Смотрите, это очень печально, это приходишь на пляж, вроде на купание, тут очень-очень много мусора. Надо тут не субботник, а месячник какой-то назначать, чтобы все тут ходили, собирали. Хотя есть реально машины, которые просеивают песок, убирают пляжи, причем работают в промышленных, а не в масштабах, собирая мусор. Ну почему-то у нас их не хотят приобретать. О, ну здесь как бы видно тоже комаров. Вон они прямо на песке сидят в больших количествах, соответственно, что вот походу из-за большой влажности их очень много повредило. Но они серые, с песочком срываются, потому что делаешь шаг, и на движениях видно, что очень много перелетает. Вот, с веником тут ходил, тут целую трассу уже накатали. Меня радует тот момент, что море здесь сейчас чисто. Ведь и течение, походу, пошло все-таки в ту сторону, и есть шанс искупаться чисто морюшке. Не знаю, нефть у вас расстраивает или нет, она, конечно же, присутствует на наших пляжиках. Вот, куда бы я ни пришел, всегда нахожу мазуту. То есть, столько мазута, по-моему, не было никогда. То есть, этих вкраплений здесь, вот, великое множество. Сейчас, если разогреется, она сейчас температура плюс 16, показывала воздуха. Ну, в двадцатке поднимется, она еще начнет таять, на песке валяться. Вот это тоже, вот, вообще самое печальное, что можно находить. Для такого мусора, прямо так, представьте, вот, целый берег. Грустненько, хочу вам сказать. Ну, мне кажется, я найду сейчас возможность где-нибудь зайти по-чистому. И беру место, чтобы не спать, как ноги. Потому что в прошлый раз было прям нехорошо, когда мы приехали домой. А у меня пяточки были, так сказать, черного цвета. И кроссовки тоже особо пальцать не хочется, потому что домой-то заходишь все равно в обуви. Но будем надеяться, все нормально. Итак, морешко, здравствуй, а то мы сейчас отвлеклись немножко. Ну, вот, видите, большие блямбы лежат, то есть он такой-то, подсохший. С песком уже перемешаны. Вода очень прозрачная. Это не может не радовать. Дальше какая-то черная полоса. Будем надеяться, там просто водоросли лежат. Доброе утро, море. Сейчас замерим температуру и попробуем все-таки занырнуть. Температура воздуха 22,5. Сейчас будем смотреть на водичку. Итак, температура водички 13,5. Машуля у меня испачкала обувь и по этому поводу очень сильно расстраивается. Но водичка, естественно, космос, можно сказать. Вот у него такое морешко, в нем действительно хочется искупаться, особенно с такой же температурой. Вчера она была почти 13, сейчас прям гораздо даже более приятная. Всем хорошего настроения, я пошел переодеваться сейчас за нырнем. Мы врываемся в море, попробуем на себе ощутить, как там водичка. Очень надеюсь, что... Ха! Парики, я почистил! Ребятки, смотрите, вот просто не выходя, вот. Вроде бы чисто специально, но это еще ногу не поймал. Почистил берег, чтобы чисто было и уже выляпался. Ну как так-то? Я уже влез в нефть. Вот я прям реально подготовился, почистил берег. Думаю, сейчас искупаюсь хорошо. И нет, надо было мне испортить вот нефти настроение. В общем, здравствуйте, дорогие друзья. Водичка плюс 13, показываю, что-то глупо захожу, здесь попрохладнее, наверное, будет. Температура воздуха плюс 14. И не подумайте, что купаться легче стало. То есть, наоборот, чем выше температура воды и воздуха, тем сложнее все это производить. Всем привет во все ваши города, пишите обязательно, как у вас погода. Море, видите, у нас, в принципе, прозрачное. Единственное, на берегу нефть валяется, опять я в ней вымазался. А! Тут какие-то водоросли, но это водоросли. Не переживайте, ничего вроде бы плохого не вижу. Сам всем этим брезгую, очень сильно не люблю грязное море. Поэтому, если вода прозрачная, то хорошо. Хотя водоросли плавают. Ладно. Класс! Реально тяжелее купаться становится. Прям хорошо. В каждый город земли огромнейший привет. И давайте занырнем уже. Раз, два, три, четыре. Кайф! Водичка вообще чистят. Единственная проблема, это то, что печалит меня водоросли на низу. Ну, это мелочи жизни. Я просто люблю, когда прям вода там чистая. Особенно зимой такие купания. Здесь же немножко печально. Но это мелочи жизни. Потому что самое главное, что там красиво. Не записалось. Еще раз нырнем. Вот такая вот ситуация, дорогие друзья. Искупались, удовольствие получили. И если бы не вот это испачкавшийся Юра в нефти, то сегодня было бы все просто великолепно. Не забывайте подписаться. Юрий Азаровский вконтакте. Юрий Азаровский вконтакте группа. Также на Яндекс.Дзене очень прошу. Потому что эта платформа, я думаю, что пока единственная, может быть, и останется единственная, которая приносит доход блогерам. Так что поддерживайте своей подписочкой, репостами оттуда и комментарием. Буду вам благодарен. Ну, Морюшка, спасибо за эмоции. Конечно, если бы не человек испортил свои берега мусором, да нефтью, было бы вообще все прекрасно и хорошо. А так мы побежали дальше заниматься своими делами. Всем пока-пока. Морюшка для каждого моего любимого подписчика. Морюшка для каждого моего подписчика. Морюшка для каждого моего подписчика.